Если во время подтягивания на турнике ты болтаешься Как сосиска То у меня для тебя две новости Плохая заключается в том, что такими подтягиваниями ты распугаешь всех красивых девушек Которые пришли на воркаут-площадку позаниматься Да ты держишь Хорошая, ты открыл правильное видео И сегодня я расскажу тебе, как избавиться от этого недостатка Раскачка во время подтягивания возникает из-за двух основных моментов Момент первый Когда ты висишь на вытянутых полностью руках на перекладине И у тебя недостаточно сил для того, чтобы подтянуть себя Потому что когда у тебя руки полностью выпрямлены Мышцы максимально растянуты И требуется самое большое количество сил для того, чтобы начать движение Особенно если ты делаешь это из положения пассивного виса, а не активного О том, чем отличаются активные и пассивные висы У моих друзей на канале магазин воркаут вышло отличное видео Можешь его посмотреть, поэтому я не буду повторяться В первом случае вы просто висите на турнике с прямыми руками И мышцы спины у вас практически полностью расслаблены Во втором вы сводите лопатки вместе При этом в обоих вариантах руки у вас остаются прямыми Смысл в том, что тебе требуется очень много сил Гораздо больше, чем в любой другой точке движения И если этого количества сил недостаточно То большинство людей используют рывок ногами для того, чтобы дать себе момент инерции И преодолеть вот эту вот точку мертвого виса Но это, как ты понимаешь, неправильно Почему это неправильно? Потому что основная идея подтягивания как упражнения Это тренировка твоих мышц, тренировка силы, выносливость Если ты добавляешь инерцию, добавляешь рывки, какие-то махи То ты фактически убираешь у себя нагрузку Причем ты убираешь ее в том самом моменте, где она нужнее всего Зачем так делать? Если ты уже можешь делать несколько подтягиваний У тебя рывок возникает в те моменты, когда ты начинаешь уставать То просто отдохни, повиси побольше на перекладине Пока ты соберешься силами И сделай полноценное подтягивание Не нужно добавлять рывки, не нужно добавлять дрыгания Мышцы ты таким образом не прокачаешь А значит ты просто потеряешь время Ну или потешишь свое самолюбие Если ты действительно любишь всякие раздельные пузомерки Типа количество подтягиваний Хотя само по себе количество не играет никакой роли Я об этом сделаю обязательно отдельный ролик Тупое солнце Неожиданно солнце вышло из-за туч Как это бывает, когда ты снимаешь на улице И теперь оно фигачит мне прямо в лицо Поэтому придется закрываться Но если ты пока не можешь выполнить полноценное подтягивание без рывков То у тебя есть два пути Путь первый Ты можешь уменьшить амплитуду Если ты не будешь опускаться полностью Расправлять полностью руки То тебе нужно будет гораздо меньше сил приложить Для того, чтобы из нижней точки начать снова движение наверх То есть такая вот частичная амплитуда Это может быть три четверти Это может быть половина Это может быть даже одна четверть Если ты только начинаешь свои тренировки Они позволят тебе набрать сил в чистой технике Научить свои мышцы правильно работать И подготовиться к выполнению полноценного подтягивания Другой путь это использование австралийских подтягиваний Я знаю, что на видео я сейчас смотрюсь очень странно Но блин, это чертово солнце слепит мне в глаза Использование австралийских подтягиваний Поскольку здесь с одной стороны Ты сможешь использовать, выполнять подтягивания в полной амплитуде То есть полностью выпрямлять руки, полностью сгибать При этом ты будешь тренировать именно тот процесс, который происходит в подтягиваниях То есть вот сведение лопаток и приведение турника к себе Ты будешь учиться не себя тянуть к турнику Что является частой ошибкой у начинающих А именно турник тянуть к себе То есть будут работать все те мышцы, которые тебе нужны Они будут набирать силы И когда ты сможешь делать 20-30 австралийских подтягиваний Ты увидишь, что у тебя уже не нужно делать этот стартовый рывок в обычных подтягиваниях Потому что ты обрел достаточное количество сил Это более правильный путь, чем пытаться надрыгивать И думать, что ты делаешь 5-10 повторений, но ни одного чистого из них Представь, что ты моешь полы Ты моешь полы и тебе нужно помыть полы на складе, например И там вот много-много таких ячеек Там кафель, кафельная плитка И ты, конечно, можешь помыть их абы как И у тебя будет 100 чистых плиток Но, конечно, будут какие-то разводы, где-то грязь, потеки А можешь помыть половину этих плиток Но они будут идеально чистыми И поверь мне, со стороны будет гораздо лучше выглядеть второй вариант, чем первый Понимаешь? Первый ты просто смотришь, везде какие-то разводы подерзнуты И такой, эээ, все-таки что-то грязное А второй ты будешь видеть, где чистая сторона, а где грязная Ты будешь знать, что вторую надо помыть точно так же, как первую Но первая уже будет чистая Даже если что-то сильно загрязнилось Ты всегда это можешь очистить Поэтому всегда следи за качеством и за чистотой Второй момент, когда возникает раскачка Это негативная фаза Очень часто я вижу на площадке, когда люди вот потянулись доверху Даже, возможно, чисто А потом бросают себя вниз, резко опускают Немедленно, подконтрольно А резко бросают себя вниз Ну, ну Отец Ну ты видел? Видел? А потом еще падают на плечи Это, кстати, основная причина, почему Почему это плохо Есть две причины Первое, почему это плохо Это очень больно для и травмоопасно для твоих плечевых суставов Потому что, когда ты вот так бросаешь себя вниз То тело все повисает, провисает именно на суставной сумке На связках, не на мышцах Таким образом, можно очень нехило травмироваться А плечевой сустав является одним из самых подвижных в нашем организме Одним из самых подверженных травмам И что это значит? Это значит, если ты его травмируешь Тебе его придется долго-долго залечивать И не факт, что ты сможешь его восстановить к тому состоянию В котором он был до этого Первое Второе Если ты просто бросаешь себя вниз Для того, чтобы, я не знаю Многие говорят, типа Я не хочу тратить силы на то, чтобы опускать себя вниз Я лучше брошу, сделаю побольше повторений Чуже это все Количество повторений не играет вообще никакой роли Важно время под нагрузкой Важно прогресс нагрузки с течением времени Важно еще несколько факторов, о которых я буду говорить в других видео Но сейчас хочу обратить твое внимание Намного эффективнее с точки зрения мышц С точки зрения силы С точки зрения гипертрофии Если ты будешь опускать себя медленно и подконтрольно Потому что мышцам придется держать всю ту нагрузку Не просто за секунду так бац и все, и они опустились И снова ты позитивный фаз Нет, им придется медленно-медленно распрямляться Помимо того, что ты нагружаешь те же самые мышцы, которые уже нагружены То есть это спина и бицепс, которые тянут тебя наверх И теперь они должны сохранять статические положения, чтобы ты не упал вниз Ты также подконтрольно задействуешь мышцы антагониста Например, трицепс, потому что ему нужно стабилизировать руку Что делает упражнение намного эффективнее, чем если ты делал его быстро Вообще, это тема для отдельного видео Почему стоит все делать очень медленно? Если интересная тема, то напиши в комментариях Я запишу этот ролик Поэтому, если ты хочешь подтягиваться без раскачки Тебе нужно избавиться от двух вот этих проблем Первое, тебе нужно набрать достаточно силы Для того, чтобы не нужно было делать рывок в начале движения Либо тебе нужно сократить амплитуду движения Для того, чтобы не требовалось такого большого количества сил Для того, чтобы подтягиваться Второе, тебе нужно опускать себя вниз Из верхней точки максимально подконтрольно Это не обязательно медленно Ты можешь спускать себя достаточно быстро Но ты должен контролировать движение в каждый момент времени Тогда у тебя будут чистые подтягивания Тогда у тебя будут силовые подтягивания На них будет приятно смотреть И все девочки, которые придут на площадку позаниматься Они будут показывать на тебя пальцем и говорить Блин, вот этот парень красавчик, красавчик Поверь мне, я знаю, о чем говорю Мне не раз говорили комментарии По поводу того, что я подтягиваю с самой чистой техникой Которую люди когда-либо видели Пускай и не так много, всего там раз 30-35 Но зато очень-очень чисто Четко Получается у вас действительно